Белая лента Скажите, вы вообще поддерживаете нашу мирную акцию протеста, которая длится уже 7-го числа? Я считаю, что акция Белой ленты, ее с моей стороны невозможно поддерживать, потому что в принципе она выдвигает главный лозунг за честный выбор. А при нынешнем строе, при нынешней системе, при нынешнем законе избирателя, который противоречит в открытую грубо конституции, выборы честные быть не могут. Поэтому я бы поддержал вас, когда в свое время я Немцову, только что он здесь был, предлагал. Давайте вместе потребуем чего-то выполнимого. То, что режим может, так сказать, сделать, чтобы вы почувствовали свою силу. А именно, требуем привести его в соответствии с конституцией избирательный закон. Это совершенно, так сказать, неотразимая юридическая требования. Но они не захотели, они говорят, нет, это все конституция, они уже ее нарушили и так далее. Я знаю, что они нарушили ее, что они сами не хотят выполнять закон. Но надо было их разоблачать в глазах общественного мнения, а не самим выглядеть, как бы сказать, в глазах обывателя нарушить. Поэтому белая лента, она мне еще и не нравится потому, что вот сегодня, скажем, даже Путин вынужден был признать знамя победы, то есть красный цвет, да? И вывесили и на флагштоке Поклонной горы, и на других местах. А мы с белой лентой. Я не хочу сдаваться никому. 6 мая были и красные ленточки? Правильно, и я там был. А как же вы оцениваете? Значит, что протест... Тогда другой вопрос, я вам скажу, я переформирую немного. Протест шире. Протест вовлекает тем массы молодежи, которые сейчас особенно жадно прислушиваются к этому. Потому я здесь, потому я вам и даю интервью, что хочу быть услышанным. А как же вы оцениваете тогда призывы оставаться на площадях и не уходить? Чего-чего? Как вы оцениваете призывы оставаться на площадях и не уходить? Этот призыв в данной конкретной обстановке я расцениваю уже как провокационный. Объясню почему. К такому призыву надо было готовиться заранее. Вот возьмите 6 мая. Фактически колонна была неуправляемая. Никто не знал, что делать. И главное, не знал, какова цель. Это было единодушно. Не анархисты, которые были приличными там, не другие отряды. Ну, а ведь там было разношерстное движение. Значит, руководители до этого не встретились между собой. Они не обговорили, какова цель. Зачем было соприкасаться с этой сармисой, с полицией, когда нужно было сразу увидеть, что путь на Крем, даже вот, ну, когда пошли, путь на Крем был прегражден. Одна колонна, первая, шеренга, да, ОМОНовцы. Дальше 40 метров, вторая. Наконец третья. И, наконец, грузовые машины, как обычно, да. Поэтому соприкасаться с ОМОНовцем были бесполезны. Потому что нет возможности, как бы сказать, действовать осознанно. Если уж идти на прорыв, то надо было хотя бы асфальт сломать, как бы сказать, да, и потом уже идти на прорыв. А так бы сначала сесть. А что сесть? Сесть невозможно было, потому что места нет, людей много было. То есть этот призыв не уходить. Я сам кричал раньше, еще по Якиманке, СМИ, не расходиться, не уходить. Но, к сожалению, этот призыв потом пошел. Уже после того, как мы соприкоснулись, как бы сказать, с полицией. И что было делать тем молодым людям, которые лицом к лицу с ним стояли? Они требовали пропустить. В равной степени требовали так же, как они требовали совершенно законно. Убрать эти металли-металлоискатели еще на входе. Уже там была провокация. И, конечно, когда пошли, почему? Все-таки пошли, да? Но голову-то колонным сразу отсекли. Удальцов остался по одну сторону, а другие прошли. И уже в этом, как бы сказать, уже было видно, что провокация держалась не инициирована, не организаторами шествиями, а фактически была организована властями. Видимо, они тоже были заинтересованы в том, чтобы случилось мочилок. И, кроме того, на мой взгляд, очень любопытно, что до манифестации, до марша миллионов в Москве и в других городах свободно распространялись листовки вполне определенного содержания, которые с точки зрения власти должны были быть рассмотрены как экстремистские. Главный лозунг – не пустим Путина в Кремль. Так? Так, милые мои, а им согласовывают, только согласовывают на 50 тысяч, а 5 тысяч. Значит, они закрывают глаза на явно экстремистскую цель, но разрешают манифестацию. Значит, они были заинтересованы, как бы сказать, провокацией. Поэтому лозунг «не уходить» был бы правильным. Правильным, уже когда на Якиманке мы жили, уже руководители должны были у металлоисставителей предупредить. «Ребята, сейчас пройдем и не уходим». Как я говорю, баррикады с двух сторон, чтобы нас не сбивали. Тогда мы остаемся на ночь, но осталось бы не менее, по-моему, как мне кажется, не менее 50 тысяч. Извините, это уже политическая сила. А когда нас осталось там, ну, горсток, то что вы там хотите? Что там не уходить? Ну, не уходи тебе от метелек. Как мы это знаем, трудовая Россия, не раз. Когда метелят, ну что, зачем подставлять? Вообще, вот эта пустоголовая тактика. Подстав свою голову под любимки, пусть тебя арестуют. Я начну голодать, вокруг меня средства массовой информации. Это неверная, лживая тактика. Лживая. Надо готовиться и ставить точно цель любой акции. Я сказал всем, и я сейчас повторюсь, что если уж мы идем на массовую акцию, давайте встретимся все руководители. Вы готовы встречаться с Немцовым, например? Я не только... Готов. Ребят, дайте пусть человек поговорит спокойно. Я выступал на митинге. Тут мне недовольно интересно, пусть человек спокойно поговорит. Я сказал, давайте выдвигаемся до выборов в Госдуму. Я сказал, лозунгом может быть только один, который позволит нам не уходить. Я понимал, в чем проблема. Лозунгом должно быть привести избирательный закон в соответствии с действующей Конституцией. Это обязанность гаранта, обязанность президента, а не наша. Но мы, как бы сказать, правильник задорчен. И ОМОН фактически оставался, как бы сказать, безоружным. Вполне возможно, могли ее обрушить и тогда, и на этом случае. Но мы бы были на нашей стороне. Был этот закон. Хреновый он закон. Плохой. Но мы бы могли его использовать. Вот тогда да. А если бесцельно выходить, то... Лозунг повторю еще раз. Не пустим Путина. Кремль был экстремистичен с точки зрения власти. Мне тоже хотелось бы убрать его, да. Но если бы Ампилов пошел с этим гостом, они бы меня не спрашивали. Меня бы не спрашивали. Это сразу. Раз и все. А потом только... Или похитили бы, как было, да. Или сразу суд. Но только суд не такой, как опять-таки. Всяли, да, а уже телевидение во все везде гудело, что есть, понятное устройство, что есть ранения среди ОМОНовцев, да, резаные раны, колотые раны, выжженные глаза. Хотя они никого не показали. Никого не было. Никого не показали, не показали, хотя бы ссадину стоят. Хотя бы ссадину. Они сидят вальяжно, на койке и дают показания и телевидению, и Собянину, да. Значит, явно подстроен вот этот мотив. Но, как бы сказать... Мы должны понимать, что и телевидение, и режим, и суды сегодня враждебны на родине. Это нужно учитывать моментально, сразу. Вот для того, чтобы все-таки одержать победу, мне кажется, нужно превращать... Я уже в Ленинграде. Перед националистами выступаю, перед отъявленными. Меня бросали огурки, паспорта. Там, в Питере, я сказал, покажите пример всем. Изберите у себя, превращайте любой митинг стоящий. Тысяча человек уже годится. Если режим... Смотрите, что Медведев, он сам себе западню сделал. Если они говорят, что 500 человек достаточно, чтобы создать партию и выдвигать свой список кандидатов, то почему не может это сделать митинг вчерашний, 6 числа, в 100 тысяч человек? Это что, не полетит? Может, может. Может, собрание... На самом деле сейчас многие об этом говорят. Конституируйтесь, как народное собрание. Мой, я, мой ловец. Конституируйтесь, прямо на площади. Или движение. Избирайте альтернативный орган власти свой. Совет народного собрания. Да, правильно. На основании статьи Конституции народ единственной источной власти требуйте немедленно предоставить, пока не расходится никому, требуйте предоставления помещения в центре города достойно. Почему мы должны ютиться, возьмите любой город и... Это нормальное требование, да? Это надо пускать. Мы должны предоставить, да? Да, да, конечно. А как? Народ нас избрал, и мы должны... А как? Более того, этот же совет избранный, можно будет в развитии борьбы. Может, сразу все не удастся. Можно будет... А, борьба что-то непрерывная будет, можно будет выдвигать совместно, как список, скажем, народного собрания, Мосгордума вот скоро будет. И затем уже и в Государственную Думу, если не сломим, если они останутся в Кремле. То есть это парламент, если останутся, то как вариант, это придет конституционный порядок. Так пусть там будет и Немцов, и Каспаров, в этом списке, и Удальцов. Может, позвольте туда затесаться и Анпилову, который 20 лет эту ведет борьбу. Конечно, конечно. Не важно, сейчас это окнулись общие проблемы. Вопрос, белое движение. Белое движение, белая лента. В листовке своей пишет, наша борьба началась в декабре 11-го года. Не так, уважаем. Если говорить о борьбе вот этой, она началась с 87-го года прошлого. Как только Горбачев заговорил о смене строя фактически, перестройка и так далее. Это уже был обман народа. Она началась тогда, и есть жертвы, а я считаю, что до тех пор пока не реабилитированы. Жертвы, расстрела народного восстания. В декабре 11-го года, пока не выплачена компенсация людям, которые стали инвалидами, у нас покоя не будет. Поэтому мы должны требовать наказать молодежи и причастных к ним. Если причастных, то и Путин причастен. Он что, был не причастен к этому? Нет, должно быть четкое расследование провестись по тем событиям, в том числе и по партизации. Ну, вы совершенно правильно говорите. Но это уж ничего не делается. Опять вчера, когда вчера выступали, опять он сказал. Опять и Медведев, и Путин. Они говорят опять, что приватизировать, ну, правда, согласишься, не сырьевые. Но все, что осталось, они сырьевые, как понять. Атомный ледокольный плод, они хотят приватизировать. Мы что, согласимся, нация, что кому отдавать? Кому? А они уже наметили, да? И мы опять стоим по приватизации ни Немцов, ни Навальный. И даже у Вальцов, у Гальцов в последнее время. Он, как бы сказать, молчил. Я не знаю, что вы хотите. Ребята, давайте четко ставить цель. И организован выходить на улицу с тем лозунгом, который мы можем. Мы понимаем, что здесь мы хотя бы как-то защищены от репрессий. Иначе репрессии будут постоянно. И мы ничего не сделаем. Надо здесь собраться. Опять все в ОМОНе, все. Ну, полицейское государство, что мы хотим. Спасибо.